Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения, информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Сколько веревочек и невидца. Солнечногорская полиция задержала воровскую группу, промышлявшую в сфере торговли. Контроль над властью. Его механизмы обсудили на областном гражданском форуме вместе с иностранцами. Добрый день! Дамы и господа, горячий привет вами с Солнечной Гречи. Содержательность детского отдыха. О ней шла речь на совместном заседании депутатских комиссий районного совета. Мы консолидировали будем лагерям направлять информацию о проводимых мероприятиях на территории района. Теперь об этих и других событиях более подробно. Солнечногорские полицейские раскрыли очередное преступление. Речь идет о краже в городском поселении Андреевка. 12 мая в дежурную часть Солнечногорского отдела МВД поступило заявление от индивидуального предпринимателя из Андреевки. Он сообщил, что из его магазина украли партию мобильных телефонов и фотоаппарат. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих жителей Зеленограда. Как установлено в ходе следствия, а по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2. Один из злоумышленников отвлекал продавца, находясь в салоне сотовой связи 2. Второй, соответственно, незаметно снял с витрины, где они находились, несколько мобильных телефонов, с которыми скрылся. На данный момент оба задержанных дали признательные показания. В отношении них Солнечногорский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Зашел в суд, он найдет связи и убрался с витрины телефона. Как оказалось, задержанные неоднократно были судимы за аналогичные преступления. Ранее судимы? Да. Сколько? Один раз. По какой статье? 161. Сколько лет? Два года шесть месяцев. Однако не похоже, что в этот раз злоумышленники жалеют о содеянном. Отсидели сколько? Лет восемь, наверное. Давно вышли из-за шестого года? Недавно. Сколько по времени? Год. Вам обратно туда хочется? Очень. На данный момент проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. По словам правоохранителей, они в нашем районе не редкость. Ну, в большинстве случаев они раскрываются, и имущество похищенное возвращается законному владельцу. Ну, примерных цифр я вам не могу сказать, но были уже в этом году такие случаи, вот мне известно два случая. Это уже, да, из салона сотовой связи. Оксана Федяшина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 14 мая в Доме правительства Московской области состоялся Третий областной гражданский форум. На нем обсуждались механизмы общественного контроля за деятельностью власти. В третьем гражданском форуме Московской области участвовало более полутора тысяч человек. Это главы муниципальных образований, депутаты областной думы, представители общественных движений, а также наиболее активные и получившие высокие рейтинги кандидаты проекта по переформатированию муниципальных общественных палат. Цель форума – выстроить систему взаимодействия между властью и гражданским обществом для формирования механизмов общественного контроля. Вообще, конечно, вопрос о организации гражданского общества, он очень сложный, потому что эти два слова, они в какой-то степени противоречат друг другу, организации и гражданской общества. Поэтому речь идет как о самоорганизации. И, конечно, когда мы говорим о том, что наша главная задача – контроль, контроль – это хорошая задача, но главная задача, конечно, не контроль. Для России особо характерное – это то, что люди склонны воспринимать в качестве основного формата взаимодействия общества и власти жалобу. То есть вот у нас здесь плохо, вы, пожалуйста, там как-нибудь исправьте. А вот идея, так сказать, инициативы, волонтерство, которые в последнее время приобретают все больше, так сказать, вес, все больше популярность, все-таки они еще не дотягивают по объему. Констатировать, что все плохо, может каждый. Что делать? На этот вопрос ответы найдутся не у большинства. Еще меньшее количество людей знает, как делать. А это самый трудный вопрос. Найти на него ответ и собрались неравнодушные люди. Те, кто уже заявил о готовности к действиям. В этом суть работы муниципальных общественных палат. Гражданское общество, о необходимости которого так долго говорили все политики, наконец-таки совершилось. И теперь надо понять, что с этим гражданским обществом делать. А делать с ним надо очень много добрых и хороших вещей. И в частности помогать людям небезразличным, людям, которые сами объединились в какие-то движения. И мы, как соратники власти, должны помочь этим движениям организоваться и действовать. Больше ничего. Главное не удушить их в административных объятиях, но и не дать им, их на растерзание, тем чиновникам, которые, чего греха оттаить, еще есть. И которым, чего греха оттаить, эта деятельность очень не нравится. Наставники в этом нелегком деле не только российские общественные и политические авторитеты, но и эксперты мирового уровня. Перед делегатами выступили представители влиятельных общественных организаций из Китая и Греции. Добрый день, дамы и господа, горячий привет вам из солнечной Гречии. Апостолос Серафис говорит, что в Греции кризис институтов, тотальное недоверие между властью и обществом, доверие, которое утеряно традиционными учреждениями, партиями, парламентами, в общем, политикой. Чтобы избежать такой ситуации, губернатор Андрей Воробьев подготовил соглашение о сотрудничестве в сфере общественного контроля между правительством региона, общественными палатами России и Московской области. Его подписание стало еще одним серьезным подспорьем для дальнейшей работы общественников. Третий гражданский форум Московской области оказался достаточно интересным, как обычно. Было много очень интересных ораторов, был достаточно высокий уровень, что показало о том, что мы движемся в правильном направлении. Я думаю, что в ближайшее время прорыв будет заметен. Больше всего понравилось то, что он уже третий по счету, причем это в достаточно таком небольшом интервале временном. Это говорит о том, что губернатор поставил серьезную задачу и не просто ее поставил, а идет к достижению тех целей. Беседа прошла довольно-таки емкая, довольно-таки продуктивная, скажем так, много нового. Как работает Греция в этом отношении, как работает Китай. Принцип один и тот же, скажем так, подчеркнуть там или в той или иной стране довольно-таки неплохо и сделать какие-то выводы для себя. До недавнего времени деятельность общественных палат была незаметна. Согласно социологическим опросам, менее 5% жителей Московской области оценили их работу положительно. Примерно столько же отрицательно. А более 80% вообще не знали о существовании таковых. Ничего. Это общественный приговор. Сейчас же все должно измениться. Губернатор дал четкий курс предоставлять возможности и обеспечивать коммуникацию между властью Московской области и гражданским обществом. Быть на одной горизонтали, чтобы всегда соблюдать баланс личности, власти и общества. И это не громкие слова. Это новый тренд 21 века. Дмитрий Щетинин, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 14 мая состоялось заседание депутатских комиссий районного совета депутатов. Центральный вопрос повестки дня – координация работы по подготовке и организации летней оздоровительной кампании детей школьного возраста в новом сезоне. В организации летней оздоровительной кампании детей школьного возраста отмечена проблема – нехватка информации о спортивных и культурно-массовых мероприятиях на территории района. Им тоже хочется и интересно чем-то заниматься. Не просто пребывать, а куда-то сходить, посетить какой-то дом культуры, сходить на какие-то соревнования. Но от отсутствия информации, опять же, мы не направляем туда деток. Проблема информирования о культурных и спортивных мероприятиях касается и школьных лагерей дневного пребывания. Надо обеспечить или принять меры к тому, чтобы школьники в течение всех этих школьных каникул выходили за пределы школьной территории. Отдыхать там, где они учатся, мы же с вами не отдыхаем у себя в кабинетах, так вот отдыхать там, где они учатся в течение своих школьных каникул, конечно же, не стоило бы. Для решения проблемы было предложено составить общий план районных культурных и спортивных мероприятий и рассылать его по лагерям. В этом году я надеюсь, что эта ситуация будет исправлена. Мы консолидированы будем лагерям направлять информацию о проводимых мероприятиях на территории района. В этом году порядка 520 детей будет отдыхать в различных спортивных лагерях. Наши дети выезжают непосредственно оздоравливаться как на побережье Черного моря, это в частности Анапа, Геринджик. Также выезжаем на побережье Азовского моря, это у нас Темрюк и, соответственно, Таганрог. Также планируем здесь проводить лагеря уже оздоровительные на базе спортшколы Дюш, которая у нас расположена в Рекенцо. Планируется отправлять юных спортсменов и в ряд лагерей, находящихся в Подмосковье. В продолжении докладчики отчитались о ходе подготовки детских загородных и школьных дневных лагерей к первой летней смене. По прозвучавшей информации, там во всю ведутся ремонтные работы, закупается оборудование, необходимое для комфортного пребывания детей. Екатерина Фокчева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорская телевидение, информационная программа «Наше время». 17 мая в Солнечногорске будет проходить празднование Дней славянской письменности и культуры. Подробнее об этом мы попросили рассказать представителя местного благочиния. Празднование начинается с торжественных богослужений, которые пройдут в Никольском и Спасском храме. Эти богослужения пройдут соборно. То есть в наши храмы приедут представители из всех храмов нашей Солнечногорской земли, всего Солнечногорского благочиния. После торжественной соборной литургии из храмов мы выйдем крестным ходом для того, чтобы встретиться на Советской площади для проведения соборного молебна посвященного Терилу и Мефодию. На этом молебне мы будем молиться о мире на украинской земле, потому что мы с вами все знаем, что Кирилл и Мефодий являются просветителями славянских народов. И нам очень важно с вами вспомнить, что мы единая славянская семья, и то, что происходит сейчас на Украине, не может оставить нас равнодушными. И мы, как верующие люди, можем и призваны молиться о мире в братском народе, на братской для нас земле. По окончанию молебна у нас состоится концерт, который начнет сводный хор Солнечногорского благочиния. В этом сводном хоре принимают участие как прихожане храмов, так и священнослужители. После будет проходить концерт примерно часов до 16. По окончанию всех мероприятий 18 числа в 17 часов в Деколепсе состоится выступление хоровой капеллы «Любовь святая». Вот таким образом на нашей земле начнется празднование Дней славянской письменности и культуры. Приглашаю всех вас принять участие. Весна окончательно пришла в наш город, и ею хочется насладиться сполна. За эстетическим удовольствием не нужно далеко ходить. Садовый центр «Дарвин» рад предложить своим покупателям различные сорта роз и гортензий из лучших питомников мира. Крупнейшими поставщиками роз для садового центра «Дарвин» являются английские, американские и немецкие питомники. В каждом питомнике, в каждой стране существует своя система отбора роз, достаточно серьезная. У каждого из питомников есть свои медали и грамоты. Английский роз Дэвида Остина или по-русски «Остинки» отличаются крупными махровыми бутонами. А немецкие розы «Кардесс» можно узнать по тонкому аромату шиповника. А роза «Викс» крупнейшего питомника в США выделяется своими яркими оттенками. Для покупателей важно знать, что розы из этих оранжерей морозоустойчивы и выдерживают наш суровый климат. Любителей оригинальных цветов наверняка заинтересует гортензия. В садовом центре представлена гортензия метельчатая, некоторые сорта из которой могут от кремового цвета постепенно к осени поменять свой цвет в розоватый оттеночек. Очень красиво будет. Гортензия цветет в июле, а потом увидеть, какой она станет, покупатели могут лишь на этикетках, прикрепленных к растениям. Самым интересным из сортов гортензии можно считать макрофиллу за счет разнообразия ее цветовой палитры. Особого ухода это растение не требует и спокойно относится к низким температурам. Дарья Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». И это все новости на сегодня. Далее выпуск продолжит Екатерина Фокичева, которая расскажет о спортивных событиях. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи в наше время. Катя, вам слово. Спасибо, Юля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире рубрика «Спортивное обозрение». 9 мая вся страна праздновала 69-ю годовщину Великой Победы. Спортсмены Солнечногорска отметили эту дату участием в различных соревнованиях. Подробности в нашем репортаже. 9 мая после окончания парада на Советской площади был дан старт открытой легкоатлетической эстафете. В забеге участвовало 15 команд. Этап одного спортсмена составлял 400 метров. От площади спортсмены бежали до Альянса, затем возвращались обратно. Добегали до улицы Рабочая, где был разворот и дальше финишная прямая. Все участники эстафеты – спортсмены, представляющие различные секции. Вот так дружно и сплоченно готовились к забегу девчонки и женской футбольной команды СК «Дюш». Только вперед, не шаг назад, за нами победа и в нашем ангаре! Мы сегодня провели традиционную легкоатлетическую эстафету городского поселения Солнышногорска, посвященную Дню Победы Великой Отечественной войны. Это традиционное соревнование проходит более 10 лет. Она, как всегда, традиционно собирает у нас 4 возраста – это мужчины, женщины и юноши и девушки. Результаты таковы. Среди мужчин первое место заняли военные. Со вторым результатом финишировали клинчане. Среди юношей победителями стали ребята из лицея номер 7. Среди женщин вне конкуренции была спортивная команда «Кудряшки». Среди девушек лучше всех выступили учащиеся лицея номер 1. Затем спортивный праздник переместился на стадион «Металлург». Здесь прошли игры по футболу и баскетболу. Баскетболисты заодно опробовали новую баскетбольную площадку. Уже сыграли матч один, выиграли. Сейчас идет борьба за первое и второе место в финале. Надеемся, что мы сможем победить команду «Химок» и завоевим первое место медали и кубок. Вообще команда против не сильная? Ну да, это очень сильная команда. Первый матч у них был. Они сыграли очень достойно, собрано. В итоге первое место заняла команда «БК «Химки». Вторыми стали ребята из клуба «Салют» Тимонова. В футбольном турнире приняли участие пять команд. Каждый год в турнире участвует порядка шести команд. Я представляю команду «Менделеева», другие команды «Сенеш», «Восход», «Автодор», «Поварова», «Слушногорск», «Вымпел». В прошлом году мы попали в финал, не выиграли. В этом году надеемся победить в этом турнире. Менделеевская команда в этих соревнованиях стала второй. А первое место заняла команда «Вымпел», «Солнечногорск». Екатерина Фокичева, Владислав Полунин, «Солнечногорское телевидение», «Спортивное обозрение». 11 мая в спорткомплексе «Авангард» состоялась открытое первенство Солнечногорского муниципального района по плаванию. Участники соревновались в дистанции на 100 метров. В соревнованиях по плаванию, которые уже стали традиционными, приняли участие как ветераны, так и юные спортсмены. Перед заплывом судья поздравил солочногорских пловцов с успешным выступлением на чемпионате России, который проходил в конце апреля в городе Раменском. Евгений Петрович «Зеленый» установил два рекорда страны среди ветеранов и завоевал четыре золотые награды. Нынешние соревнования судили опытные тренеры во главе с Александром Антиповым. В первых заплывах участвуют самые опытные спортсмены, ветераны спорта. Затем по возрастанию результатов стартуют девочки и мальчики. В конце наших соревнований будут сильнейшие заплывы. Два заплыва среди девочек и два заплыва среди сильнейших юношек. Результаты таковы. Первое место среди мужчин 53-го года рождения и старше завоевал Александр Зеленов. 54-й, 63-й года рождения победитель Александр Зюкин. 64-й, 73-й года рождения Вячеслав Миронов. 74-й, 83-й года рождения Виталий Володько. Среди мужчин и юношей 84-го, 93-го годов рождения первым дистанцию преодолел Петр Соловьев. Среди юношей 94-го года и младше в своих возрастных категориях победителями стали Павел Бурачонок, показавший лучший результат на соревнованиях Дмитрий Захаров, Вадим Спиридонов, Алексей Соколовский. Среди женщин 53-го года рождения и старшей первой стала Лидия Головко. 54-й, 63-й года рождения победительница Марина Пименова. 64-й, 73-й года рождения Марина Садурская. 74-й, 83-й года рождения Татьяна Бельмесова. 84-й, 93-й года рождения Наталья Егорова. Среди девушек 94-го года рождения и младше в своих возрастных категориях победительницами стали Анастасия Шахматова, показавшая лучший результат среди всех девушек, Виктория Максимова, Анастасия Воронова и София Авдонькина. В Солнечногорском районе уже более 20 лет развивается теннис. Возможно, совсем скоро имена наших теннисистов прогремят на весь мир. Предпосылки для этого есть. Лучшим местом в Солнечногорске, где можно поиграть в теннис, являются летние корты спорткомплекса «Вымпел». Они существуют с 1991 года. Инициатором их строительства был пропагандист здорового образа жизни Алексей Гарус. На сегодняшний день в секцию тенниса ходят в основном дети. Оттачивать мастерство ребятам помогают тренеры. 12 мая 1994 года я пришел на эти корты тренером. И вот два дня назад отметил юбилей тренерской работы. 20 лет. Тренироваться теннисисты могут только в теплое время года. И то, когда позволяет погода. К сожалению, наш дворец тенниса, который мы называли спортивный комплекс «Вымпел», уже два года как не восстанавливается. И смотря на все трудности, солнечногорские теннисисты принимают участие в турнирах высокого ранга. Соревнования – это целые туры. И, например, если ребенок поехал на тур, например, в Америку, то из одного дня не ездит в Америку. То есть надо провести минимум 4 турнира, чтобы хотя бы как рационально использовать дорогу. Это на два месяца. Туры по Европе могут быть месяц проводиться. Главной звездочкой солнечногорского тенниса является 12-летняя Екатерина Макарова. Ее результаты говорят сами за себя. Я участвовала в чемпионате Европы. Я за Россию выступала. И мы заняли первое место в летнем и в зимнем. Потом я участвовала в первенстве России в командном за Москву. Мы тоже заняли первое место. Пока земляки не очень осведомлены об успехах Кати. Но в Европе ее хорошо знают специалисты тенниса. Наши спортсменки даже посвящены публикации в журналах. Таких достойных спортсменов воспитывает детская теннисная секция. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Это все новости спорта на сегодня. И помните, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда не известен. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин